Здорово, отлично. Очень приятно, что меня пригласили на нато мероприятие. Поделитесь с вами результатами системы работы. Давайте познакомимся, возможно, кто меня не знает. Зовут меня Ольга Нечапрачук, мне 23 года, я культика, золотой директор. До Reflame я обычная студентка, без каких-либо опыта работы. Но, скажем, был опыт, но он был совершенно небольшой. Я работала в университете, в приемной комиссии, в банке, месяц отработала. Так сложилась судьба, что я родилась в семье Reflame. У меня мама в бизнесе, сестра. В бизнес я пришла не сразу. Меня, ну, скажем так, очень много доставали этим Reflame, как я сейчас говорю, смеюсь. Настолько сильно доставали, что меня уже начало, знаете, как отталкивать. Я сказала, станьте своим Reflame, я никогда не буду заниматься. Зарегистрировался 14 лет, свой день рождения. И, в принципе, там, раздавала каталоги в свое время. Первые деньги мои, карманные такие, были заработаны именно на компании Reflame. Вот, но, скажем так, пришла в Reflame уже сама, когда пришло понимание, что, ну, скажем так, почувствовала я, что такое наемная работа. Вот, и что мне все так классно, как рассказывали в университете. Я училась тогда отлично, закончила школу там с тестатом, с отличием, с дипломом красный, медаль, в общем, все как надо. То есть я всегда хорошо училась и думала, что буду работать под своей специальности. Я банковский работник, закончила финансы и кредит. Вот, но, опять же, увидев, как работают наемные работы люди, я поняла, что так не хочется. Я увидела оклады. Первый месяц я отработала, я работала очень много. С полдевятого до пяти, но по факту я бывала до шести, до семи задерживалась. И помню, мне заработали, мне заплатили 1300 гривен. Но тогда еще была, да, другая минимальная зарплата была. Вот, там я познакомилась с людьми, которые работали, там уже не как я месяц, а работали и 5 лет, и 10 лет. И я поняла, что от количества проработанных годов, как-то их особая зарплата, их невозможности не увеличились. Ну, в принципе, так пришла я в компанию Reflame. Да, уже осознанно, серьезно, ну, где-то примерно в 20 лет. Пришла в компанию зачем? Чтобы получить возможности дохода, возможности самореализации. Родители меня всегда воспитывали в строгом таком ключе. То есть есть родители, которые дают детям квартиру, машину, дают детям, там, оплачивают учебу в университете, да, вот как-то вот так вот детей ходят лелея, да, вот, чтобы они там блинки с них сдувают. Меня родители немножко по-другому воспитывали, всегда говорили, что я должна быть самостоятельной, независимой. Поэтому, когда я закончила колледж, где я училась бесплатно, мне родители поставили ультиматум, что у тебя год на раскрутку. Не хочешь заниматься рефлеймом, это твой выбор, решила, значит, развивайся в своей специальности, но нечего идти учиться на дневное отделение, уже 4 года просилизовать штаны за партой, иди на заочное, и уже набирайся опыта, ищи работу. Вот, то есть мне родители сказали, что они оплатят только один год учебы, чтобы я, как бы, рассчитывала, что через год я буду себя обеспечивать сама. Ну, вот так, в принципе, такой немножко пинок, да, и, в принципе, пришла в компанию. Не всегда рассказываю такую историю, потому что, возможно, у кого-то есть тоже дети, там, студенты, да, вот, как детей приобщить к самостоятельной жизни. Вот мы, родители, сделали это именно так. Так, пришла я в компанию, сравнив, да, мои возможности наемной работы и возможности традиционного бизнеса и сетевого. В принципе, традиционный бизнес вообще не рассматривала, потому что не было финансовых возможностей куда-то что-то вкладывать. Наемную работу я попробовала, как-то не особо мне понравилось, и всегда думала, что если я и буду работать на наемной работе, это временно, и нужно искать что-то другое. Ну, и, в принципе, вот, не буду сейчас зачитывать, тратить время, у нас ограниченное количество времени на выступление, можете слайд посмотреть, да, то есть какие возможности есть в компании Reflame, и как можно себя здесь реализовать, и преимущества разве больше, нежели в любом другом месте. Каждая директорская группа – это новая квартира, образно говоря, купленная вами, это пассивный доход, поэтому, конечно же, основная нацеленность в бизнесе должна быть на развитии лидеров и директоров своих организаций. Когда я начинала, у нас не было системы работы, ничего не было, вот просто мы с сестрой вдвоем, вот две студентки, никакого опыта, и, конечно, первые, наверное, года полтора были неправильные. Мы работали в большой персональной группе, у меня, когда я открывала звание директора, у меня не было ни одного менеджера. Ну, опять же, по неопытности не было такого наставника, который нас курировал и показывал, делай так, делай так, делай так. То есть, в принципе, сами формировали систему работы, сами думали, как, что делать и так далее. Но уже со временем пришло понимание, что основная суть в этом бизнесе – это ворачивание лидеров, ворачивание директоров. И нет смысла работать в огромной персональной группе, лучше взять несколько лидеров, вырасти, да, и потом взять следующего лидера, довести до ума. И уже в дальнейшем этот бизнес сделать своим пассивным источником заработка. На своем личном опыте я поняла, что в компании Reflay можно зарабатывать деньги. Я, возможно, это еще не доход бриллиантового директора или старшего бриллиантового. Вот, но все же для моего возраста, я не знаю, где бы я еще в своем возрасте могла бы зарабатывать те доходы и те премии, которые компания Reflay мне перечисляет на расчетный счет. Поэтому вот очень здорово, нужно показывать. Раньше я боялась показывать своим сверстникам доходы или еще что-то. Наоборот, люди многие не верят, нужно показывать им, что это возможно, что компания Reflay действительно платит. Что не было ни одного дня, когда они не выплатили зарплату или там задержали зарплату. Все тютелька в тютельку, да. Нужно людям показывать, чтобы у них открывались глаза, что ли, на этот бизнес, и они хотели работать вместе с вами. Компания Reflay уже выплачивала свою квартиру. Делаем ремонт. Ну, действительно, на 90% это заслуга того, что я работаю в компании Reflay и компания выплачивает доходы. Потому что, повторюсь, в любом другом месте в наше время, да и тем более в моем возрасте, без опыта, ну, наверное, другого варианта бы нет, нет на текущий момент. Вот. Что нужно понимать и что нужно доносить своим партнерам? Что никогда не будет идеального момента. Очень многие люди сдаются в бизнесе, как бы отсеиваются или сливаются. Говорите, как вам удобно. Потому что у них что-то происходит в жизни. У кого такое было? Вот, может, чат немножко, да, заактивничай, да, там, молчим. У кого такое было, там, ой, у меня свадьба, я на месяц из бизнеса, там, уйду, да. Там, у меня сессия, я две недели, там, буду вне работ. Там, меня в чатах, там, нигде не будет. У кого такое было? Там, не знаю, там, я вышла на очередную работу, да, или еще что-то. Вот. Я, когда я справилась в процессе роста в компании Reflame, я, наверное, все, у меня все было. У меня были сессии, у меня были сдачи курсовых, написание за чьи-то диплома. Я вышла замуж, но никогда я не позволяла себе, там, на какое-то длительное время уйти из бизнеса. Да, бывали дни, там, один, два, три дня без рекрутирования, ну, потому что, там, да, до ночи сидела, что-то учила. Но это буквально один, два, три дня, но ты все равно с командой. Ты сопровождаешь, ты в чатах, ты на связи. Нужно понимать, что любой длительный разрыв – это крах всему, что сделано до этого. Я всем своим партнерам, на планерках всегда говорю одно и то же. Отдыхать и почивать будете на лаврах, на уровне бриллиантового директора. Пока нет пассивного дохода, серьезного, стабильного. Нужно работать много, нужно работать ежедневно. Поэтому, что бы ни происходило в жизни, нужно, ну, как-то это все постараться максимально быстро решать, пару дней и обратно в бизнес. Потому что иначе вы просто ставите крест на всю работу, которую проделали, допустим, полгода позади или год позади. Просто, ну, смысл тогда был работать. Поэтому все, что происходит, быстренько решаем и обратно активно в бизнес. Какие же акценты в работе? Первое – это система работы. Есть система приглашения, система обучения. У нас есть свой обучающий сайт, который был куплен инвекторской командой. Система сопровождения, работа ключевой команды и продуктовая коммуникация. У нас есть план ежедневной личной активности, план мероприятий. Вебинар у нас проходит с понедельника по пятницу. Наша команда, ну, так сложилось, что на 90% это онлайн. Вот, конечно, есть уже у меня несколько людей, так и с теплого контакта, вот, с кем я хорошо общаюсь в своем городе. Ну, большинство как-то вот отдаленно. Поэтому большинство мероприятий все-таки онлайн. Мы за день до начала каталога прописываем активность. У нас 15 вебинаров за каталог. И мы прямо прописываем, кто за какой вебинар отвечает. Есть продуктовые вебинары, как люди делятся лично, как они делают личный товарооборот. Есть вебинары для партнеров, где мы рассказываем, как рекрутировать методы, опыт, сопровождение, работа с неактивным. То есть такие вот более закрытые вебинары, они не для всех, они именно уже для партнеров. Очки на них не присутствуют. Также мы приглашаем, ну, стараемся максимально, как это возможно, каких-то спикеров приглашать. В прошлом каталоге у нас Ирина Рогач выступала по... Звонила, договаривалась, попросила, чтобы она у нас выступила по теме wellness, они по wellness работают. Тамара Скиба выступала по серии Novage. Она, мне кажется, просто идеально рассказывает об этой категории тоже. То есть, чтобы наши новички, наши партнеры и как бы и других людей видели помимо нас. Любой метод тестирую минимум один месяц, ежедневных дней. Это значит то, что вот есть такая вот фишка, да, это вот не хочу этим работать, там что-то услышал в Ютубе, вот эти так работают, и буду вот так работать. Все старое бросается, идет там новый метод. Ну и, как правило, все новое не сразу дает результат. Поэтому, когда мы тестируем что-то новое, во-первых, нужно тестировать параллельно. То есть, нужно все равно продолжать работать то, чем у тебя сейчас, допустим, это тебе дает регистрация, это дает тебе там сейчас, да, результат. Но параллельно минимум месяц тестировать какой-то еще метод. И если за месяц он тебе дает первый результат, и ты видишь от него эффект, ты можешь потихоньку, допустим, переходить на этот метод работы. Потому что у меня были такие люди в команде, которые просто там, это так не буду, буду так. В итоге ничего не получилось, человек ушел. Этого делать не нужно. Также самообучение, канал YouTube, литература. Слушаем растущих лидеров. Я очень много слушаю информацию на YouTube. Разных лидеров из разных стран, разных уровней. Потому что, ну, конечно, по сути, многие говорят одно и то же, но если так проанализировать в общем, то там что-то новенькое, там что-то новенькое, а в итоге что-то интересное о команде рассказал. Личный товарооборот более 150 баллов бонуса на первой неделе каталога прокачиваем в команде, чтобы максимально ключевая команда делалась в этиказанной неделе. Это гораздо проще, это удобнее и легче следить и спланировать уровень, да, результат на каталог. Вы можете выйти на стабильную одну-три личной регистрации в день. Неважно, где они будут сделаны, возможно, вам дадут несколько телефонов ваши новички по их тёплому рынку пообщаться. Это будет ваша регистрация. Неважно. Это холодный рынок, это там личный бренд, это вы там пригласили свою подружку, да, там она пришла у вас там забрать заказ, и вы параллельно с ней по бизнесу пообщались, там зарекрутировали, зарегистрировали, да, скинули полную презентацию бизнеса посмотреть. Неважно. Но нужно себя приучить и научиться, чтобы ежедневно было одна-три регистрации. Ну, конечно, чем больше, тем лучше, но тут всё равно, конечно, должно быть какая-то грань, потому что когда очень много регистраций, да, вот эти люди гонят, здесь регистрация в день, здесь регистрация в день. Ну, я считаю, что это плохо. Ты реально не сможешь сопровождать столько людей, это будет просто как конвейер, пришёл, ушёл, пришёл, ушёл. Поэтому, конечно, нужно понимать, что этих людей нужно не просто зарекрутировать, их нужно сопровождать. Поэтому я считаю, что до трех регистраций в день это оптимальный темп, что ты и рекрутирование держишь на таком хорошем, стабильном уровне, и при этом у тебя можно из этого количества людей вывести активных ключевых партнеров, и реально у тебя хватит, чтобы этих людей сопровождать. Время для бизнеса 3-5 часов и более в день. Настраивать новичков, потому что когда один час в день, конечно, сложновато будет. Нужно стараться так спланировать свой день, чтобы время хотя бы 3-5 часов в сутки для бизнеса выделять. Личное рекрутирование спасает все. В большинстве своем нет результата тогда, когда нет рекрутирования или его очень мало. Когда зарабатывает командный рекрутинг в структуре, сразу даются результаты. Это касаемо рекрутирования. Повторюсь, так сложилось исторически. Наша команда практически на 90% работает в онлайне. Почему? Скажу так. Когда я начинала, порядка 20 лет мне было, 20 с чем-то, мой контингент знакомых был примерно в этом же возрасте. И как-то он не особо шел на контакт, может возраст влиял как-то. И, конечно, своих больше партнеров я немножко постарше искала именно в интернете. Ну, в принципе, так и получилось. Вот. Поэтому какие основы онлайн? Рекрутирование. Есть такое понятие страницы личного бренда. У кого они есть? У кого есть в социальных сетях свои странички, которые у вас там по жизни, и вы на этих страничках какой-то личный бренд прокачиваете, какие-то интересные посты выкладываете. Именно на этой странице подзадориваете свой теплый рынок, когда выкладываете какие-то новые достижения вашей команды. У вас есть такие странички? Или нет? Есть. Все здорово. Все вижу, как заработал. Отлично. Есть такие странички, да. Вот у меня основная это контакт, как-то плюс-минус мой возраст. Больше в этой социальной сети проводят время. На этой страничке есть какой-то интересный статус, приличный меня, о том, что я чем-то занимаюсь в интернете. И каждый день добавляю какой-то интересный пост. Пост не только касаемо бизнеса. Там работа, работа, работа. Уже, наверное, в то время это не приносит результат. Это больше личный бренд, что я могу в будний день пойти на каток, могу в будний день побыть с семьей. То есть как-то больше прокачивать стиль жизни. Ну и, конечно, некоторые посты есть касаемо призыва к тому, что можно работать удаленно. На основной своей страничке ВКонтакте я практически не работаю. Не знаю, в чем моя ошибка, но меня модераторы ВКонтакте жутко не любят. Меня уже эту страницу несколько раз блокировали. И даже был период блокировки. Навсегда я там разбиралась, скидывала скрин паспорта, чтобы мне ее разблокировали, потому что на этой страничке мой весь топлый рынок, мои ключевые, мои новички и все. Как-то ВКонтакте даже блокируют за то, что добавляешь друзей. Просто, не знаю, наверное, меня просто модераторы не полюбили. На этой странице я добавляю максимум, что новых людей. В команду мне знакомят, новичков. Здесь я пододоривалась в теплый рынок. То есть какие-то, да, вот тут у меня почти 5000 друзей. То есть есть люди, которые интересуются, о чем же ты занимаешься. Вот. И, в принципе, общаюсь с ключевой командой. Вот. Также есть основные странички в других социальных сетях. Это Инстаграм, Фейсбук и Одноклассники. ВКонтакте у меня и основной моя страница, моя основная социальная сеть, в которой я сижу. Но все же я понимаю, что жизнь идет, все меняется, да. И, возможно, если сейчас ВКонтакте для меня более популярный, наступит время, когда он уже станет не такой популярный, да. И будет новая социальная сеть, тот же Инстаграм, тот же Фейсбук. Поэтому эти страницы я раскручиваю. Я тоже на них раз в день выкладываю один пост. В принципе, я один пост одинаково дублирую на все аккаунты во всех социальных сетях. Вот. И потихонечку добавляю туда друзей. Еще или бывших там, одногруппников, или бывших одноклассников, там, бывших друзей, с кем там поддерживала какие-то отношения. Или еще по друзьям друзей, чтобы потихонечку эти странички как-то оживить, да, чтобы на них как-то активность, да, уже проявлялась. Вот. Повторю, что основные страницы у меня предназначены для работы с ключевой командой, с теплым рынком новичков. То есть, если появился новичок в команде, он работает с теплым рынком, то, конечно же, я общаюсь с его теплым рынком через мою основную страничку, потому что она раскрученная, там, ну, как бы, да, как-то более доверие от человека вызывает. Вот. Задеваю свой теплый рынок, потому что там очень много находится в друзьях у меня людей, с кем я раньше общалась, но они не в бизнесе. И я думаю, что люди созревают потихонечку, да, наблюдая. Вот. Но для таких каких-то активных действий, если говорить о рекрутировании активном ВКонтакте, то есть такое понятие, как рабочий аккаунт. Их не нужно миллион, их нужно несколько, потому что даже добавить людей в друзья, да, повторить я в своей странице этого делать физически не могу. У меня просто за это блог на месяца. Вот. Рабочий аккаунт, он выглядит так же само, как основной. То есть, там должны быть красивые фотографии, красивые автарки, красивые посты и так далее. Вот. Набирать друзей. Вот это одна страничка, тут 300, чуть больше 300 друзей. То есть, рабочий аккаунт, он не должен быть. Оля, работа там или еще что-то. Это просто запасная страничка, с которой вы можете добавить друзей. Вы можете подружиться с человеком, да. То есть, вы добавите человека в друзья, он принял вашу дружбу. Там, привет, да, давай дружить, там, давай дружить. Там, вижу, ты со мной с одного города. Здорово. Ты учишься в запросе национальной, мой здорово. Я там запросе национальной закончила. А на какой специалий? А, понятно. Где сейчас работаешь? Устроился? Там, не устроился. Ага, понятно. Все. А вот я вот закончила университет и сейчас работаю онлайн. Может, тебе тоже будет интересно. То есть, это такая вот такая вот рабочая карта, на которую можно добавить человека, как-то выявить его потребность, пообщаться, чем-то его заинтересовать, завести диалог и перевести общение с этим человеком в плане работы. Если этот человек, ему интересно, можно взять его контактный номер, да, давай созвонимся, это займет 10 минут, расскажу детальнее, дело интересное. Реально можно классно зарабатывать. Вот. Если человеку интересно, я с ним созвонилась, провела ему все беседование, конечно же, я его регистрирую и уже перевожу его на свою страничку, на которой я сижу постоянно. Я доступно объяснила, да, я думаю, понятно, да, о чем я говорю. То есть, это не говорит о том, что нужно заниматься какими-то там рассылками или еще чем-то. Хотя, это нам тоже приносит результаты. Вот. Но или просто с этим человеком диалог, да, добавить, познакомиться. Есть вариант подработки, да, может, вам будет интересно. Сейчас в такое время люди интересуются возможностями дохода. И вот с каждым днем я вижу, что все больше и больше людей мне отвечают, да, чем ты занимаешься, да, что после университета уже не пошла на работу, я говорю, да, уже не пошла на работу, расскажи, что делаешь. И действительно есть собеседование, есть созвон, есть регистрация. Так, рекрутирование, что важно? Оформление странички, вот это вот, да, ваши дополнительные странички для активного рекрутирования. Рабочая страница равна основная страница. Мне жутко не нравятся аккаунты, я их периодически вижу в социальных сетях, там, предлагаю работу или еще что-то. Это уже, ну, наверное, прошло то время, оно уже не работает. То есть это просто дополнительный аккаунт для того, чтобы ваш основной аккаунт, ну, был в безопасности, да, потому что, повторюсь, вот, что касаемо контакта с блокировками, очень жесткий сейчас, там, даже за добавляшки. Она должна быть максимально похожа на основную страничку. Такие же яркие фотографии, яркие посты, записи и так далее. Ее нужно сначала раскрутить хотя бы от 100 друзей, то есть, как бы, сделать эту страничку, ну, максимально живой, максимально такой, что это ваш вот аккаунт в социальной сети. Никакой информации о компании и продукте я не дублирую, потому что как-то у меня есть сейчас партнер в организации, это уже, ну, менеджер уже 15%, и она рассказывала такую историю, говорит, Оль, ты когда меня приглашала, я тоже вот с ней общалась в ВКонтакте, она говорит, Оль, я прежде чем ответить себе на твое сообщение, я перерыла всю твою стенку, всю твою стену, я просто перерила ее вдоль поперек, чтобы там не было ни рефлейма, там, ни какой другой компании. И только потом я тебе ответила, мы с тобой так нормально пообщались, и я, в принципе, потом тоже сказала, что это рефлейм, да, но я уже как-то не так это так жестко восприняла. Но, говорит, прежде чем я ответила, я всю твою стенку, говорит, перелопатила, чтобы посмотреть какая-то информация у тебя. Говорит, ничего не нашла, никакого там рефлейма, ничего там не было, ни работы предлагаю, и я поэтому тебе ответила. Поэтому вот даже по такому вот опыту скажу, что как-то вот люди действительно как-то на это обращают внимание. Один пост желательно стремиться выкладывать ежедневно с хэштегами, это может быть ваши командные хэштеги, хэштеги компании, ваши общие хэштеги, личные хэштеги. Из 5-8 постов о бизнесе, то есть не нужна работа, 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 фильтруйте какие-то общие посты, прокачивайте какую-то тему, вы мама в декрете, вы студент, там, какие-то ваши мысли. Ну, примерно один из 5-8 постов можно сделать пост, призыв, допустим, написать вам, и чтобы человек захотел, ну, как, да, обратиться к вам, а что вы предлагаете, да, а как можно заработать. Никаких длиннющих смс, да, вот мне тоже, мне до сих пор периодически приходят, даже на мою основную страницу, где черным по белому видно, что я в компании Reflame, то есть страница уже как бы личный бренд в открытую показан, вот, мне еще приходят длиннющие сообщения, знаете, вот спам, такие вот огромные километровые сообщения о том, что там, предлагаю работу, уже вся суть работы выложена в одной смс, и даже читать не хочется, за это очень сильно банят, ну, и мне кажется, это вообще не приносит никакого результата. Нужно поздороваться с человеком, какое-то короткое предложение или какой-то как-то завести диалог, да, может, вы с общего города, может, вы в общей группе находитесь, может быть, вы там одного возраста, может быть, вы там, не знаю, в одну школу ходили, да, то есть как-то человеком завести диалог, найти какие-то точки соприкосновения, чтобы человек вам, ну, доброжелательно ответил, «Здравствуйте, да, там, да, мы там с одной школы, да, когда вы учились, ой, здорово, здорово, чем сейчас занимаетесь?» Так немножко пообщались, бац, и уже можно прийти к какому-то предложению, да, интересная идея, идея заработать, идея развиваться, идея дополнительно зарабатывать, вот. И уже кому интересно, переписываемся, ведем диалог, да, то есть человек пишет, да, мне интересно, а что делать, тогда переписываемся, ведем диалог. Если человек говорит, что мне это неинтересно, надоели, там, бывает, да, мне там уже пять раз предлагали, я говорю, хорошо, я вас услышала, я говорю, в любом случае, на своем всем друзьях, буду очень рада общаться и дальше, желаю всего хорошего и прошу рекомендацию. Если в вашем окружении есть люди, кому, возможно, сейчас доход является актуальной темой, дайте их контакты или ссылочку, я с ними свяжусь и расскажу детальнее. И тоже бывает, даже на холодном рынке бывают рекомендации, вот эта вот Маша, она ищет там работу, вы можете с ней связаться, с этого тоже бывают регистрации. Какие акценты диалогов, что-то бизнес, что беспродаж, что не требуется вложение, что система работает, что можно попробовать. Между прочим, слово попробовать в онлайне очень актуально, потому что многие люди боятся, особенно паспортные данные, да, тоже бывает у человека как бы в ступор его вгоняют. И слово попробовать я очень часто использую, оно вот в онлайне, ну, очень-очень-очень актуально. Что я имею в виду? То, что, когда я провожу собеседование, я не говорю, давай регистрируйся, давай там делай, давай будем там большие деньги зарабатывать. Люди этого пугаются, особенно если это холодный рынок. Я всегда говорю такую фразу, то есть когда я уже провела собеседование с человеком, да, то есть я нужна что-то рефлей, идею донесла основную. Я говорю, очень, да, в принципе, интересно. И я говорю такую фразу, что окей, там, матч, супер, тогда я буду рада тебе помогать разобраться в этом бизнесе. Что я сейчас тебе предлагаю? Я предлагаю тебе сейчас попробовать разобраться. Я тебя зарегистрирую, подключу к обучению, ты познакомишься с командой, добавляю тебя в чаты, ты разберешь систему изнутри, узнаешь в более подробном ракетинг-плане, там, да, возможностях дохода. И уже в процессе обучения ты сможешь принять окончательное решение. Если будет интересно именно по бизнес-возможностям развиваться, я буду рада с тобой работать, я буду помогать. Если нет, то останешься клиентом, у тебя будет скидка, будешь наблюдать за взрослым организацией. И так люди на слово попробуют, они более лояльны, да, конечно, такой вариант не устраивает, давайте пробовать. Тоже это как бы работает, тоже рекомендую. Теплый рынок. Как работаем с теплым рынком? Представляем список знакомых от 100 человек, прорабатывают или же спонсор, или же сам партнер и берут контакт для собеседования. Если прорабатываю я, теплый рынок партнера, да, новичка, начинающего партнера, то можно так прорабатывать список. Он вам спитывает список знакомых, есть контакты, есть телефоны, и вы человеку пишете в социальной сети. Мария, здравствуйте. Мне ваш контакт порекомендовала, там, Наташа Иванова, ваша знакомая. Она мне подсказала, что вы ответственный, серьезный человек, вот, и к вам можно обратиться с предложением. У меня есть вакансия, там, да, такая там вакансия, там, в интернет-магазине, или, там, мне в мой бизнес нужен помощник, или новый, там, менеджер у вас, и вам может быть интересен дополнительный доход. Я могу к вам обратиться по этому вопросу. И человек, да, вы обращаетесь от имени, там, ее знакомый, как правило, человек отвечает. Да, здравствуйте, там, или пишет, мне это неинтересно, да, опять же, я прощу рекомендации. Или человек пишет мне, да, а что делать, мне что-то заходно интересен. Все, диалог, как бы, завелся, можно человек уточнить. Подскажите, а сколько вам лет, чем вы занимаетесь, сколько у вас есть свободного времени? То есть, немножко человеком такой диалог провести, да, не сразу там, работа, работа. Ну, там, я вам ответила, там, я вам в декрете, есть свободное время, я говорю, все, здорово, отлично, там, 63 где-нибудь для вас посильная занятость, да, да, с моим годом, я говорю, здорово, отлично, ну, по первым признакам, там, вы мне подходите, я бы хотела вам детально рассказать о работе. Давайте созвонимся, опять же, берите контакт у человека, созванивайтесь, проводите собеседование, да, да, нет, нет, да, то есть, варианта два. Так, задача спросить, как дела, а, если человек прорабатывает список сам, то есть, не я прорабатываю список, а список прорабатывает сам начинающий партнер. Тогда, значит, спросить, как дела, там, он этого человека знает, да, там, это подружка, там, бывшая сотрудница, или еще, или как-то там, да, вы с ней, они с ней знакомы. Здесь контактный номер, остальное дело вы стоящего активного спонсора, да, то есть, например, контакт говорит мне, вот, я внизу скинула, вот, да, Лена, партнер, мне просто скидывает номера телефона, вот, Таня, набери, вот, Марина, телефон мобильный, набери. Я просто звоню человеку, Татьяна, здравствуйте, меня зовут Ольга Нечебрачук, мне вас посоветовала Лена, там, Иванова, ваша знакомая, она мне подсказала, что вам актуальный вопрос дохода. Я правильно попала? Да, да, правильно. Вам, то есть, удобно будет говорить, займет 10 минут, расскажу детальнее о том, чем занимаемся, да, удобно. Все, проводим собеседование, если человек говорит, что да, мне это интересно, собеседование максимум 10 минут занимает, то есть, я стараюсь, долго люди, ну, не готовы слушать, максимально ввести диалог, то есть, вопрос, ответ, там, рассказала, спросила у человека, рассказала, то есть, диалог, чтобы с человеком шел, вот, и буквально 10 минут, чтобы это не было сильно затянуто, сильно скучно, вот, так. Ключевой партнер, кто это? Ну, я думаю, что я этот слайд пропущу, потому что уже сто раз рассказывали, да, ключевой партнер личный товарооборот делает и ежедневно обучается, он позитивный, он адекватен, нацеленный результат, он ищет возможности, не причины, вот, уделяет время, ежедневно рекрутирует, то есть, партнер проверяется не пустыми разговорами, а проверяется действиями. Какие основные этапы сопровождения у нас в команде? Я буквально вот в 14 пунктах это все прописала. Первая регистрация, то есть, пропустим этап регистрации, я уже не сказала, тут вы довели человека до регистрации, он зарегистрировался, вам нужно дать ему, или вы полную презентацию бизнеса проводили, тогда этого уже не нужно делать. Если человек ознакомился с собеседованием 5-10 минут, понятно, что у него информации практически нету, он просто на энтузиазме на какой-то идее зарегистрировался, ему нужно дать полную презентацию бизнеса, какую-то или вашу личную, или какого-то вышестоящего лидера, или любого лидера в компании, когда вам нравится, дать ему ознакомиться с полной информацией о бизнесе. Он смотрит, на следующий день вы созваниваетесь, или через день, с ними договаривайтесь время. Вам нужно созвониться, поближе познакомиться, выявить его готовность развивать этот бизнес, готов ли он обучаться, готов ли он взять время, интересное ему это направление. То есть, по сути, когда запуск новичка в бизнес, мы выявляем, это или будет клиент, то есть акцент клиента или партнер. Дальше делаем первый активационный заказ обязательно, как Алексей Сярук сказал, что это очень важно. У нас тоже это в команде заведено. Пусть это будет заказик небольшой, это будет один, два, три, четыре продукта. Но человек получит свой заказ, получит каталоги и сможет дальше, хотя бы по личному товарообороту работать и познакомиться с продукцией. Он оплачивает заказ, и мы добавляем его в чаты. Сейчас у нас очень много неответственных людей, есть откаты в структуре, может, вы тоже с этим сталкивались, поэтому мы сейчас в команде завели очень важное правило. На сайте компании пишется, что оплата в течение трех дней, поэтому я человеку даю здание оплатить заказ и только после этого добавляю его во все чаты и подключаю к обучению. Дальше он подключается в раздел «Новичок», это такой базовый раздел, там основные моменты, там маркетинговый план, там стартовая программа, основное. На это у него, на ознакомление у него два дня. Позже у него вводят вводный с директором, через два дня. То есть если его пригласил такой начинающий партнер, желательно, чтобы раздел «Новичок» с ним обсудил, ну, более опытный человек. Это или я, или, может, уже у меня в команде, там директор есть, есть менеджеры, старшие менеджеры, кто пройдет эту встречу. После чего он пишет список знакомых, кстати, человека, мы с ним прорабатываем этот список знакомых. Человек прорабатывает список знакомых, или сам, или спонсор прорабатывает, то есть он не обсуждает этот момент. Мы даем ему на организацию личного товарооборота 7-10 дней, вот, и прочитать книгу «Бизнес-трафарет». Раньше давали 10 уроков на салфетках, но как-то она длинновата, люди не все ее смотрят. Дальше раздел «Партнер», там уже по рекрутированию больше, по собеседованию, там, ну, больше, да, уже такое, как сопровождать новичков и так далее. Добавляем, потом у него водный перед рекрутированием, опять же, перед холодным рекрутированием, опять же, с вышестоящим, более опытным человеком. Добавляем чат рекрутирования, делок с кандидатами, посты, активность, чат ключевой команды, ежедневно с ним на связи. Закатлок желательно, чтобы человек полностью обучился, был уже с вами в системе. Мы ждем он флайн-флайн по рекрутированию, по ежедневным действиям. Приучаем, кстати, отчеты в чаты, это тоже человек, кто приучает к дисциплине. Учим сопровождение, когда партнер, кто пролел к ним в детской регистрации. То есть первая регистрация берет на сопровождение его шестоящий, активный лидер. Не тратя время на пустых людей, если человек не выполняет то, что вы хотите, то, что вы ему рекомендуете, то, что вы от него просите выполнять, то есть вы ему просказываете систему работы, которая работает. Нужно делать не одну регистрацию в неделю, нужно делать 5-7 регистраций в неделю. Он этого не делает, вы одни раз поговорили, второй раз поговорили. Не делает, все оставляем на произвол судьбы. Пусть работает как хочет, вы не тратите время, фокус на ключевых. Нужно понимать четкую статистику, слив в бизнесе всегда будет, как бы вы не рекрутировали. Я раньше думала, вот буду работать по теплому рынку, все будет четко, все будут делать заказы, буду работать по холодному, четко. Нет, везде одинаковая статистика, будет слив всегда. У меня есть очень много людей с теплого рынка, с которыми я проводила собеседование дома. Я приглашала их в начальные встречи, я показывала им свой годовой доход. В принципе, в моем городе он очень, ну, плюс премии, там, это очень хорошая сумма дохода годовая. Далеко не каждый в 40 лет в нашем городе зарабатывает в год, да, такой заработок получает. Но люди даже не регистрировались и там на вторую встречу там не отвечали мне, да. Статистика слив всегда будет, к этому нужно нормально относиться. Поэтому нам и нужно ежедневно рекрутировать для того, чтобы из какого-то процента людей находить своих ключевых, да. Тут немножечко понимания статистики, не буду прочитывать, в принципе, дома на слайде все видно. Вот. Были готовы продлевать трудности, они будут всегда, у меня были трудности с регистрациями, и были трудности с активационными заказами, когда люди регистрировались, но заказов вообще не было, я не понимала, что я не так делаю, как-то люди вроде регистрации есть, а плыку мало. Потом пошли заказы, вообще не было кьюшек, не было ЛТОшников, просто люди делают заказы там по 10-15 баллов, я не знаю, что с ними делать. И это мы прошли, потом нашли уже, да, варианты обучать людей личному товарообороту, чтобы как-то они стремились делать 150 баллов, показывать выгоду, да, личного товарооборота. И как-то и ЛТОшники начали появляться, которые заказы более высокие делают. У меня был опыт, когда менеджер 18% пошел в другую сетевую компанию, наглым образом переманил структуру, я, скажем так, поднимала структуру, чтобы открыть новое звание, то есть все было. Но это, как называют наши лидеры, это проверка на успех, да, то есть вас природа проверяет, готовы ли вы этот успех принимать, или не готовы, пройдет ли вы эти трудности, или не пройдете. Нужно к этим трудностям относиться спокойно, просто оценить ситуацию, вот, и идти, вот, несмотря ни на что, у вас есть цель, и вы к ней идете просто напролом. Вас не беспокоит все, что не получается, вы делаете, 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 обязательно прорвет. Вот, все, большое спасибо. Это у меня последний слайд. Спасибо большое. Дякую вам, Олечка, за ваш досвід, дякую вам за ваш приклад, дякую вам за такі детальні рекомендації в широкому розумінні ведення сьогоднішнього бізнесу. Дякую вам и вам подальших успехов. И сейчас мы переходим далі, и переходим мы с вами до наступного блоку, блок нашей спільноты. И мы понимаем, что нашей спільноты, это та часть, где мы можем належать до какой-то частини, товариство, которое нам цікаво, и, соответственно, мы формуем свое товариство. Я также, например, вчерашнего дня я частью проекта от нашей компании Wellness.in, где мы все работаем над тем, чтобы менять свое тело, менять свой стиль харчевания.